Начало турнира по хоккею на Кубок Еврахима. Можно уже во всех подробностях рассмотреть кубки для победителей, которые в этом году ничуть не хуже известного всем Стэнли. Да и масштаб мероприятия тоже серьезный. 12 команд из 7 стран Европы. Мы очень рады, мы очень рады, что наше начинание, которое, в общем, когда лет 6 назад мы только думали, 7 лет назад мы только думали о том, как мы построим Ледовый дворец в городе Новомосковске, а 6 лет назад мы только думали о том, как бы сделать какие-то интересные международные встречи. И как вот это начинание наше превратилось в серьезный, большой, интересный детский турнир, на который приезжают мировые знаменитости, мировые звезды, на которые приезжают будущие мировые звезды, причем из разных стран мира. Количество гостей города в эти дни перевалит за несколько сотен. Юные игроки из Германии, Швейцарии и других стран приезжают обычно с родителями. Город к приему туристов готов. Размещать их планируется в гостиничном комплексе. Готовится к соревнованиям и новомосковская Виктория. Соперники по группе будут в этом году серьезные. Немецкий Мангейм и финский Эспо. Ну и по традиции открытие и закрытие турнира посетят звезды советского и российского хоккея. Можно уже, наверное, открыто говорить, что будет участие Алексея Геннадьевича Дюмина, который, как вы сами знаете, очень увлекается и любит хоккей. Как он тут сказал 10 февраля, что он детстве мечтал стать хоккеистом. Поэтому, зная его возможности и дружбу с действующей командой звезд, которая играет в ночной лиге, мы ожидаем приезда Хитисова, Касатонова, Буре, Якушева. То есть будет команда. То есть весь пантеон. Да. То есть будут звезды, легенды российского, советского хоккея. Ну а финальной точкой станет матч между детской сборной и звездами хоккея. Но это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Открытие турнира 25 мая в полдень. Андрей Рощупкин, Руслан Гаджиев, телекомпания «Новомосковск». Московск.